Локомотивное депо. Это огромное хозяйство. 52 тепловоза, 18 дизель-поездов, 2 крана на железнодорожном ходу и, самое главное, это люди. Более 1180 человек. Контролировать деятельность депо Анатолию Александровичу не всегда просто, ведь она разносторонняя. Это и техническое обслуживание парка локомотивов, модернизация тепловозов, капитальные и текущие ремонты всего оборудования. Все должно работать четко, ведь от отлаженной работы депо и исправности техники в первую очередь зависит не только комфорт в передвижении, а главное – безопасность всех пассажиров. Несмотря на уже имеющуюся карьеру, несколько лет назад Анатолий Дудер стал депутатом Брестского городского совета депутатов 27-го созыва. Как говорит он сам, решение баллотироваться было принято в какой-то степени даже коллективом локомотивного депо, ведь так он стал официальным представителем родного района Граевка. На вопрос, для чего и без того занятому человеку нужно брать на себе еще больше ответственности за дачи вопросов, Анатолий Александрович отвечает просто. Это район, где со всех сторон он окружен железной дорогой и живут там очень много наших железнодорожников. Мне очень легко было во время избирательной кампании собрать необходимое количество голосов, подписей, потому что меня там просто люди знали. Работая в локомотивном депо практически уже 40 лет, естественно, хочется сделать что-то лучшее, какое-то добро людям. Есть такая присказка, если не я, то кто? Я ее очень хорошо помню. Поэтому, принимая решение, я понимал, куда я иду и чем я буду заниматься. Депутат – это тот человек, который должен сделать что-то людям, сделать что-то полезное. Избиратели обращаются к Анатолию Александровичу по разным вопросам. Сложных, болезненных, нерешенных ситуаций все еще достаточно, но главное – работать с ними планомерно и непрерывно, уверен депутат. Особенно, если взять наш район, наши улицы на Граевке, они требуют асфальтирования. Северные переулки. Поэтому вот этим вопросом занимаемся. Две школы на избирательном участке – 16-й и 17-й. Там тоже очень много вопросов. Очень много вопросов. Очень много лет не было по улице Карасева тротуара. Я занимался, я просил, я разговаривал с руководителями города. И в конце концов мы построили эту силами депо, мы сделали этот тротуар. На сегодня детки ходят нормально, особенно в зимнее время, когда снег не по обочине дороги, а по нормальному тротуару. Я в какой-то мере даже горжусь этим, что все-таки у меня получилось. Еще одним из результатов работы Анатолия Александровича является спортивный стадион Бресской 17-й школы. Вот уже 10-й год администрация Ленинского района проводит много своих общественных мероприятий именно там. Например, спортивное состязание «Семейный круг», объединяющее детей и родителей, пропагандирующих физическую активность и здоровый образ жизни. Очень много вопросов было по стадиону в школе номер 17. Но он построен, он сделан. На сегодняшний день мы даже с директором договаривались, чтобы открывали в 6 утра этот стадион, для того, чтобы могли люди прийти и позаниматься. Большая работа проводилась по тропе здоровья, так называемой. В районе Муховца мы тоже долго подходили, долго думали, как это сделать. Все-таки люди обращались, что мы хотим там гулять, мы хотим там ходить, но там должно быть уютно, нормально. На сегодняшний день я прохожу по этой тропе. Она у нас проходит аж от крепости практически до железной дороги. И с удовольствием встречаю там мам с колясками, с удовольствием встречаю велосипедистов, людей, которые там проходят. Я даже знаю, что там некоторые люди на работу ходят именно по этой дорожке. Есть у нас планы продлить ее за грибной канал аж до проспекта Республики. Я думаю, оно у нас получится. Конечно, это требует финансовый затрат, конечно, это требует больших усилий, но для этого мы работаем. Анатолий Дудро гордится тем, что у него, получается, сделает что-то для района. Это придает силы и уверенности в завтрашнем рабочем дне депутата. Он знает свой родной район Граевку, со всех сторон знает все болезненные места и понимает, где и как предстоит действовать. Конечно, дальше больше.